В эфире новости на Аризон ТВ в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях дня к этому часу. Правительство сегодня должно дать ответ на требования сельхозпроизводителей, пострадавших от кризиса. Об этом заявил министр сельского хозяйства Владимир Боля сегодня утром в ходе переговоров с аграриями, после того, как они в очередной раз пригрозили перекрыть дорожное движение в Кишиневе. Глава Минсельхоза пообещал, что во второй половине дня власти представят решение по возникшим проблемам. Пока же сельхозтехника протестующих фермеров остается на центральной площади столицы. На данный момент этот материал готовится к эфиру и мы вернемся к нему, как только он будет готов. Пока же перейдем к другим сюжетам. С 1 июля нарушителям скоростного режима придется платить более высокие штрафы. Кроме того, за превышение скорости на 60 км в час и более водители будут лишать прав на период до 180 дней. Если же нарушение совершено повторно в течение года, виновного могут лишить прав вообще. Подробнее об этом расскажем далее. В случае, если превышение скорости будет более чем на 60 км в час, нарушителю придется заплатить штраф от 2250 до 2500 леев и получить 6 штрафных пунктов. Превышение ограничения на более чем 80 км в час будет наказываться штрафом от 3750 до 5000 леев и 7 штрафными пунктами, а также лишением права управлять транспортным средством на срок до 105 дней. За повторное превышение ограничения скорости в течение года на 60 км в час и более предусмотрен штраф до 10 тысяч леев и лишение права на управление транспортным средством на 180 дней. Также с 1 июля вступают в силу более жесткие наказания для водителей, не предоставляющих приоритет пешеходам. При этом повторное нарушение этого требования ПДД влечет за собой лишение права на вождение. Еще одно новшество касается владельцев транспортного средства, которые передают управление своим автомобилем лицу, не имеющему или лишенному прав. В этом случае штраф составит от 12 до 15 тысяч леев плюс до 60 часов неоплачиваемого труда в пользу общества, либо административный арест на 15 суток. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня в селе Чемешкё и Волконежского района, сообщает полиция. Информация о ДТП поступила около 10 утра. Прибывшие на место правоохранители установили, что 66-летний мужчина, управлявший мотокультиватором, не удержался на месте водителя и выпал на дорогу, а грузовая тележка, которая была прицеплена к транспорту, переехала пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался по дороге в районную больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, все обстоятельства инцидента устанавливаются. Субтитры предоставил DimaTorzok Молдова, которая состоялась 21 мая. В ходе новой встречи предполагается определить дальнейшие способы сотрудничества для реализации европейской повестки Молдовы. Гатюшан не ответила на вопрос, какие партии приглашены на предстоящую встречу, отмечает цитируемый источник. Наш телеканал также пытался связаться с пресс-секретарем президента, но она не ответила на звонки. Напомним, несколько непарламентских партий были приглашены 8 мая на дискуссию с президентом для обсуждения организации национального собрания «Европейская Молдова». На встрече присутствовали представитель партии «Платформа» Дай Ливию Вовк, Руслан Кадрянов от партии «Сила людей», Василий Костюк от партии «Демократия дома», Штефан Глигер, лидер партии «Перемен», Дарин Киртуак от либеральной партии, председатель партии «Куб» Игорь Мунтияну, Драгаш Галбур от национальной молдавской партии и лидер партии «Национального единства» Анна Гуцу. Инициативу о регистрации политического блока под названием «ЭшОР» следует тщательно изучить с точки зрения законности. В законе четко сказано, что не могут использоваться названия, создающие путаницу, сходство и вводящие избирателей в заблуждение. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос нашего телеканала после того, как Илон Шор объявил о создании политического блока. Решение Конституционного суда не может быть нарушено, и в этом случае Центральной избирательной комиссии предстоит провести оценку и принять решение относительно регистрации конкурента на выборах, уточняется также в ответе Минюста. 26 июня Илон Шор заявил, что все проекты, осуществленные к этому времени запрещенные партией «Шор», будет представлять политический блок под названием «Шанс. Обязательство. Реализация. ЭшОР». По его словам, это решение принято, исходя из пожеланий граждан, которые пользуются результатами успешных проектов, выполненных ранее партией, которую он возглавлял, и настаивают на их продолжении. Первыми двумя политформированиями, вошедшими в блок, стали партия «Наши» и партия «Сила. Альтернатива» и «Спасение Молдовы». 19 июня Конституционный суд удовлетворил запрос правительства о признании партии «Шор» неконституционной. Адвокаты партии назвали данное решение суда противоправным и сообщили, что будут добиваться привлечения к уголовной ответственности судей, принявших данный вердикт. Они также объявили о намерении обжаловать решение КС в Европейском суде по правам человека. Конституционный суд отказался комментировать эти заявления, а судья Домника Маноли заявила, что адвокаты вправе высказывать свою точку зрения. Представитель правительства в данном процессе, адвокат Эдуард Дигари, заявил, что решение судей о признании партии «Шор» неконституционной является историческим для демократии Республики Молдова. Представители Минюста отреагировали на объявленную накануне инициативу партии «Ренаш» телевозрождение о всенародном избрании судей в высшей судебной палате и о создании суда присяжных, чтобы граждане принимали непосредственно участие в отправлении правосудия. Глава отдела ведомства по связям с прессой Даниила Херц написала нам в сообщении, что соответствующее решение является изначально неконституционным, поскольку противоречит статье 116 «Конституции и установленным стандартам», который предусматривает, что судей выбирают органы самоуправления судебной системы на основании объективных критериев, гарантируя таким образом, что отбор и карьера судей основаны на их заслугах с учетом профессиональной подготовки и неподкупности. Даниила Херц уточнила, что в нынешних условиях нет предпосылок для такого радикального преобразования, которое по существу влечет за собой ряд рисков. Она также отметила, что недавно стартовала реформа высшей судебной палаты благодаря пакету законов, принятых парламентом, который предусматривает создание нового суда из 20 судей, из которых 11 будут отобраны из числа адвокатов, прокуроров и представителей научных кругов. Сокращение вдвое аэропортового сбора не означает удешевление авиабилетов. Об этом заявил администратор Международного аэропорта Кишинева Константин Вазиан. В эфире телеканала ТВ-8 он отметил, что уменьшение сбора с 9 до 4,5 евро создает условия для конкуренции. По его словам, аэропорт становится более привлекательным для авиакомпаний, в том числе и для некоторых из тех, кто ранее прекратил свою деятельность в Кишиневе. Сокращение аэропортового сбора, который сейчас составляет 9 евро с пассажира, не может повлиять на стоимость авиабилетов, заявил администратор Международного аэропорта Кишинева Константин Вазиан в эфире телеканала ТВ-8. По его словам, снижение сборов может способствовать повышению конкуренции, а конкуренция соответственно приводит к снижению цен на билеты. По мере появления компаний и роста конкуренции цены падают. Цены авиакомпаний формируются не только из аэропортовых сборов. Правила свободного рынка, когда спрос очень высок, а предложение низкое, порождают высокие цены. После снижения тарифов с 1 июля и затем с 1 января 2024 года мы становимся намного привлекательнее, чем был аэропорт до возвращения в собственность государства. Становясь намного привлекательнее, имея компании и конкуренцию, очевидно, что у нас и цены на авиабилеты будут снижаться. Напомним, согласно приказу министра инфраструктуры и регионального развития, с 1 июля будет снижен вдвое до 4,5 евро сбор за модернизацию международного аэропорта Кишинева. Между тем, тариф на услуги для пассажиров был увеличен на 13% для регулярных рейсов и на 40% для нерегулярных, а также некоммерческих воздушных перевозок. Относительно аэропортового сбора, который до недавнего времени составлял 9 евро и который будет отменен с 31 декабря, министр Лилия Дабижи заявила, что сделать это раньше власти не могут, потому что нужны время и деньги для модернизации воздушной гавани. Напомним, компания «Авиаинвест», которая ранее управляла международным аэропортом Кишинева, судится с правительством Республики Молдова в связи с решением апелляционной палаты о передаче объекта в управление государству. Дело находится в высшей судебной палате, которая еще не вынесла приговор. Таким образом, решение апелляционной палаты не является окончательным. Генеральный примар Кишинева Ион Чабан предлагает отменить по всей стране санитарный сбор, вызвавший возмущение среди кишиневцев. Правда, сделать это только со следующего года. Чабан сообщил, что его представитель в парламенте, независимый депутат Гайк Вартанян, уже зарегистрировал законодательную инициативу, предусматривающую отмену санитарного сбора во всех населенных пунктах Молдовы с 2024 года. Однако три года назад кишиневский градоначальник сам настаивал на введении такого налога, объясняя это необходимостью развивать столицу и инвестировать в Кишинев. Через две недели после того, как кишиневцы получили квитанции на оплату нового местного налога санитарного сбора в размере 120 леев с человека, который вызвал возмущение у горожан и вопросы, платить по квитанциям или нет, генеральный примар Ион Чабан высказался по этому вопросу. Вслед за рядом политических партий он предложил отменить санитарный сбор в масштабах всей страны, но не сразу. Утром наш коллега Гай Квартанян подписал законодательную инициативу, предусматривающую отмену санитарного сбора по всей стране, а не только в Кишиневе, начиная со следующего 2024 года. В этом же году, сказал Чабан Гаража, нам придется заплатить по 120 леев с человека, так как санитарный сбор включен в налоговый кодекс и является обязательным. Если же вы его не оплатите, вы получите штрафы, пени за то, что не заплатили, и вам придется оплачивать и сам налог, и штрафы. Фракция ПДС со ссылкой на своего кандидата на пост ген примара Кишинева Лилиана Карпа по этому поводу заявила, что этот налог был проголосован в Кишиневском муниципальном совете по указанию примара социалистами и их друзьями в 2021 году. Логика, закон и здравый смысл говорят, что он может быть легко отменен голосованием тех, кто его ввел. Никаких других органов для этого не нужно. Закон позволяет ввести такой налог, но никого не обязывает засовывать руку в бюджет из семей муниципия Кишинев, чтобы компенсировать собственные бюджетные дыры. На прошлой неделе муниципальный совет Кишинева включил в повестку дня вопрос об отмене санитарного сбора. С такой инициативой выступили советники от ПДС, которых поддержали представители других фракций, а также независимые советники. А партия Ринаш-Теревозрождение провела флешмоб перед зданием столичной премарии с требованием отменить санитарный налог как необоснованный. Однако Ион Чабан затем заявил, что по действующему законодательству налоги, внесенные в налоговый кодекс, может отменить только парламент, а не муниципальный совет. Самое простое быть последовательными и проголосовать в парламенте за отмену налога голосами всех 63 депутатов ПДС и остальных депутатов, написал генпримар в социальных сетях. Напомним, что в 2020 году Ион Чабан сам настаивал на введении в городе санитарного сбора, объясняя это необходимостью развивать столицу и инвестировать в Кишинев. Местные налоги будут скорректированы как минимум до уровня инфляции последних четырех лет. Кроме того, будут включены и другие новые налоги, которые не были до сих пор. Такие как сбор за уборку, парковку или спектакли, написал Чабан в соцсетях осенью 2020 года. Пресс-релиз премырии от 2 декабря 2020 года также цитирует аргументы Иона Чабана в пользу этого налога. «Есть новые изменения и налоги. Мы решили, что было бы хорошо скорректировать налоги с учетом уровня инфляции, даже если некоторые аспекты не популярны. Правильно введенный налог на уборку принесет в муниципальный бюджет около 100 миллионов леев. Все эти деньги мы предложим направить на восстановление дворов многоквартирных домов, благоустройство, ремонт крыш, лестниц, входов, подъезды, окон, а также дорог, тротуаров». Муниципальный совет включил санитарный сбор в список местных налогов на заседании 15 декабря 2021 года. Голосами 37 советников, в том числе 21 члена фракции ПСРМ, 13 депутатов от платформы «Да» и по одному советнику от ДП ПКРМ ИПУН. Как на прошлой неделе заявляла вице-мэр Кишинева Ольга Урсу, жители Кишинева уже начали оплачивать санитарный налог и в местный бюджет уже поступило 6 миллионов леев. Вернемся к тракторам на главной площади страны, а точнее к теме протестов аграриев. Правительство сегодня должно дать ответ на требования сельхозпроизводителей пострадавших от кризиса. Об этом заявил министр сельского хозяйства Владимир Боли сегодня утром в ходе переговоров с аграриями, после того, как они в очередной раз пригрозили перекрыть дорожное движение в Кишиневе. Глава Минсельхоза пообещал, что во второй половине дня власти представят решение по возникшим проблемам. Пока же сельхозтехника протестующих фермеров остается на центральной площади столицы. Протестующие сельхозпроизводители сегодня в 10 утра собрались перед зданием правительства. В 11 часов планировали начать протестный марш по Кишиневу на сельхозтехнике. Однако к ним вышел министр сельского хозяйства и заверил, что к вечеру правительство даст ответ на выдвинутые ими требования. Деньги, которые сегодня в эти минуты изыскивает министерство финансов, не принадлежит министерству финансов. Они не принадлежат министерству сельского хозяйства, не принадлежат господину Ричанову, а принадлежат всему народу республики Молдова. Мы должны доказать всем, что это острая необходимость распределить эти средства, которые принадлежат абсолютно всем людям. Пенсионерам, детям, учителям, воспитателям, полицейским. Раздать их сельхозпроизводителям, чтобы спасти их от тяжелого экономического положения. Мы пытаемся решать проблемы, насколько это в наших силах. Председатель ассоциации Форца Фермиерилор заявил, что аграрии ждут ответа от властей до пяти часов вечера. Мы ожидаем господина министра вместе с представителями Министерства финансов, как было объявлено. Изначально мы должны были пойти к нему. Но по нашему предложению он выйдет к сельхозпроизводителям и объявит, какое решение было принято. О какой выделяемой сумме идет речь и определим порядок распределения этих средств. Мы уверены, что это будет не вся сумма. Ситуация действительно серьезная. Но мы посмотрим, как распределим ее среди малых и средних сельхозпроизводителей. Напомним, что на прошлой неделе прошла встреча сельхозпроизводителей с премьер-министром и министром сельского хозяйства. Дарина Ричан заявила аграриям, что бюджет исчерпан и дополнительные 700 миллионов леев запрошены ими не могут быть выделены. Глава Минсельхоза Владимир Боля сказал, что в сельском хозяйстве лавина проблемы с большими трудностями сталкиваются и другие отрасли. После переговоров в правительстве, которые не дали ощутимых результатов, аграрии встретились с президентом Майя Санду. Глава государства пообещала максимум в течение двух дней связаться с официальными представителями Евросоюза, чтобы выяснить, могут ли молдавские фермеры рассчитывать на помощь ЕС в этом вопросе. Недовольные тем, что им не удалось договориться с властями о разблокировании ситуации в сельском хозяйстве, аграрии на сельскохозяйственной технике прошли маршем по улицам Кишинева, после чего прибыли на тракторах к зданиям парламента и администрации президента, перекрыв движение по одной полосе проспекта Штефана Челмаря. К протестующим вышел спикер Игорь Гроссу, пообещав найти решение. 21 июня министр сельского хозяйства отправился в Брюссель, где встретился с рядом официальных лиц ЕС, включая еврокомиссара по сельскому хозяйству. Владимир Боля сообщил им о сложившейся ситуации в агросекторе страны, представив цифры, выводы и предложения по смягчению экономического воздействия войны в Украине на сельхозпроизводителей Республики Молдова. В распространенном позже заявлении Министерство сельского хозяйства говорило, что Европейская комиссия изучит предоставленные Молдовой расчеты, чтобы определить размер ущерба, нанесенного молдавским фермерам в результате войны в Украине. На основе анализа будут рассмотрены решения по поддержке сельхозсектора нашей страны. Ассоциация Форса Фермеревор настаивает на подписании с правительством меморандума, в котором должны быть указаны конкретные требования протестующих сельхозпроизводителей и сроки их выполнения исполнительной властью. Требования аграриев остаются прежними. Выплата компенсации в размере 3000 лев за гектар, по крайней мере, по зерновым первой группы, выплата задолженности по субсидиям, внесение поправок в закон о возмещении НДС и приоритетный экспорт молдавской продукции через Джурджулежский порт. Четыре человека пострадали на прошлой неделе от солнечного удара. Об этом сообщает Национальный центр скорой до госпитальной медицинской помощи. Ведомство уточняет, что за указанный период поступило более 13 тысяч обращений, примерно на 250 меньше, чем на предыдущей неделе. После оказания неотложной помощи в больнице были доставлены около 6 тысяч пациентов. Врачи вызывали из-за сердечно-сосудистых, в том числе острого коронарного синдрома, неврологических, в том числе инсультов, травматологических, респираторных и инфекционных проблем. Также медики выезжали на 56 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 66 человек. Кроме того, зарегистрированы 111 обращений из-за укусов животных и насекомых, ожогов, солнечных ударов и поражений электротоком. Удивительное явление в одном из столичных роддомов. 9 пар близнецов родились на прошлой неделе в Институте матери и ребенка в Кишиневе. Цитата. В прошлой неделе была особенной. За этот период на свет появилось не менее 9 пар близнецов, что является довольно редким явлением. И матери, и 18 новорожденных, появившихся на свет как естественным путем, так и посредством кесарево сечения, чувствуют себя хорошо, и большинство из них уже выписаны домой, сообщили накануне в Институте. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Каяряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. Удачного вам дня в продолжении и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин